Этот город был дважды уничтожен до основания, но снова, словно птица феникс, он восстал из пепла. Победить сильных, крепких духом севастопольцев не смогли ни крымская, ни Великая Отечественная война. О героическом подвиге, который совершили крымчане, в Севастополе рассказывают многочисленные музеи и экспозиции. Посетить их можно в любое время. Традиционно туристов много не только летом, высокий сезон, но и зимой. Моя коллега Мария Владимирова тоже побывала в Севастополе и сегодня расскажет о двух уникальных музеях. Севастополь – самый героический военный порт России. Ему доводилось несколько раз играть в истории страны судьбоносное значение. Одному из них посвящен музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея». Она, как и сам Севастополь, стала примером народного подвига. Бронебашенная батарея, построенная на самой западной точке города, мыси Херсонес – одно из наиболее мощных фортификационных артиллерийских сооружений береговой обороны главной базы Черноморского флота и Советского Союза. Решение о строительстве батареи было принято Царской России перед началом Первой мировой войны. К началу Великой Отечественной береговой обороны главной базы Черноморского флота располагала развитой системой береговых батарей. В конце июня, начале июля 42-го года, именно 35-я батарея стала последним оплотом героических защитников Севастополя. Именно сюда, на мыс Херсонес, постепенно отступали все оставшиеся войска. Здесь сражались и погибали последние защитники Севастополя. И вот всем им, до конца выполнившим свой долг, и, как сказано на этом памятнике, шагнувшим в бессмертие, и посвящается наш мемориальный комплекс. Площадь мемориала занимает около 8 гектаров, подземные сооружения – 5000 квадратных метров. Знакомство с казематами начинаем со сквозняка. П-образные помещения строились для того, чтобы защитить батарею от взрыва. Через него взрывная волна проходила сквозняком, отсюда и название. Сама батарея представляла два огромных железобетонных блока, внутри которых находились орудийные установки. Здесь перед вами в этом блоке представлен снаряд 35-й батареи. Он весил 471 килограмм, калибр 305 миллиметров. И вот такие снаряды загружались в каждый ствол, а следом загружались в специальные мешки с порохом. Они хранились вот в таких металлических пеналах. Вес каждого такого полузаряда был 65 килограмм. Снаряды и полузаряды размещались в специальных погребах. Они находились вокруг каждого орудийного блока. Батарея работала как слаженный механизм. На подачу каждого орудия уходило всего 35 секунд. Таким образом, солдаты в минуту могли выстрелить дважды. Дальность стрельбы достигала 40 километров. Сами орудийные установки могли вращаться на 180 градусов в одну сторону и на 180 в другую. Вокруг каждой орудийной установки размещались снарядные и полузарядные погреба. В правом крыле находились жилые помещения, а в левом – все технические службы, которые обеспечивали работу батареи. Между собой блоки соединялись подземной паттерной. Героическая оборона Севастополя длилась 250 дней. В ней погибли десятки тысяч солдат. Почтить их память можно в пантеоне. Субтитры создавал DimaTorzok Рядом с пантеоном Некрополь. Там захоронены останки солдат, которые были обнаружены при расчистке батареи на территории мыса Херсонеса и в различных местах города. Сейчас там покоятся останки 438 защитников Севастополя. К 75-летию второй героической обороны Севастополя в музее 35-я береговая батарея открыта выставка «Начало бессмертия». Её главными героями стали пять севастопольцев – ветеранов легендарного курсантского батальона военно-морского училища береговой обороны, которые одними из первых встретили врага на подступах к Севастополю осенью 1941 года. В этих первых боях принимал участие курсантский батальон. Позже немцы скажут, что это были отборные войска Черноморского флота. На самом деле это были пацаны 17-20 лет. Многие из них были даже боссами. Ну в каком плане? Они носки даже не надели на себя. А прямо так, вот сунув боссы и ноги в эти ботинки, отправились по 2 часа рай. Туда, где предстояло принять первый игру. Обученные лишь только навыком слегка рукопашного боя, они, может быть, впервые держали в руках винтовку Морсина. Это были курсанты училища береговой обороны, 1171 парень. Осталось их сейчас в нашем городе 5 человек. Это Николай Баранов, Александр Глушаков, Иван Мацигор, Лазарь Ройтенбург и Николай Тарасенко. Их воспоминания, истории, рассказанные от первого лица, пожалуй, самая ценная часть выставки. Ещё один музей «Панорама Севастополя» рассказывает о героической обороне и освобождении города только уже в период Крымской войны. «Панорама» – одна из крупнейших среди 60 панорам мира. Её автор, художник-баталист Франц Алексеевич Рубо положил в основу произведения самый яркий эпизод севастопольской эпопеи «Бой на Малаховом кургане» 6 июня 1855 года. В этот день 75-тысячная русская армия успешно отразила натиск 173-тысячного англо-французского войска. Огромное живописное полотно писалось в Мюнхене. Как в произведении искусства, севастопольская панорама представляет собой огромную по размеру картину. Длина по окружности 115 метров, высота 14, дополненная предметным планом площадью около 1000 квадратных метров. Путешествуя по Севастополю, непременно загляните сюда. А мы в следующем сюжете познакомим вас с ещё одним уникальным объектом – музеем фортификационных сооружений времён Холодной войны.